Салам, дорогие, с вами Рус! Время не стоит на месте и иногда приходится принимать тяжелые решения. Недавно мне пришлось зафиксировать ту свою инвестицию в Pyth по причине того, что в ближайшем будущем ни одного проекта, который потенциально может дать хороший дроп на ваши застейканные Pyth, не будет. При том количестве партнеров, сколько заключает Pyth, вероятнее всего, они не дают никакого значительного капитала другим проектам, для того, чтобы они вознаграждали пользователей, либо же стейкеров Pyth, какой-то наградой. В одном из старых видео мы говорили про такой проект, как Nabla Finance, который являлся в некоторой мере децентрализованной ликвидной платформой и DEX. Ребята раздали свои поинты Ember, которые в результате будут участвовать как голоса в DAO, но какого-то дропа я, к сожалению, не увидел. И увидев, что по сути на мои купленные Pyth у меня уже около x2 к тому капиталу, что я выделял, я решил данный капитал правильно реинвестировать в те проекты, которые реально могут неплохо накормить. И сегодня у нас на обзоре один из таких проектов под названием Rea Network. Ребята являются поставщиками ликвидности, но более подробно о данном проекте мы поговорим в сегодняшнем видео. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram-канал, здесь мы публикуем информацию о всех самых новых и сочных проектах, в которых сами принимаем участие. Плюсом ко всему у нас ежедневно выходят утренние дайджесты с самыми актуальными новостями на рынке. Ну и помимо этого мы также регулярно уведомляем вас о выходе всех наших новых видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. И давайте будем приступать. Начнем мы, как всегда, с той информации, что была предоставлена на сайте проекта. Rea Network прежде всего является поставщиком ликвидности. То есть в качестве своей роли они называют себя как те, кто даст вам ликвидность, будь вы пользователем, либо же какой-то платформой, для того, чтобы увеличить ликвидность своих пулов, либо же своих транзакций, либо же усилить вашу позицию. Как заявляет сама команда проекта, ликвидность дополнительно будет обеспечена как раз теми самыми застейканными средствами, удержание которых будет происходить с повышенной эффективностью. И вот о чем говорится как раз в данном пункте не до конца ясно. Как заявляют сами разработчики Rea, они хотят добиться наибольшей эффективности того капитала, с которым работают различные инвестора, будь то ребята, которые торгуют на рынке, либо же те, кто для них предоставляют ликвидность. И во втором пункте я нашел для себя очень интересное заключение, точнее не заключение, а пункт, в котором ребята пишут, что их система позволит трейдерам обладать эффективностью капиталов в 3,5 раз больше, а для тех, кто предоставляет ликвидность в 6 раз больше. То есть если вы, например, даете свои средства в пулы ликвидности под 10% годовых, то благодаря данной функции ваша общая годовая доходность будет равняться 60% в год. И где-то здесь я словил себя на мысль, что это очередной DeFi, который будет предоставлять вам возможность плеча, либо же кредиты на ваш капитал. Благодаря данной опции вам по сути удастся получить в некоторой мере кредитное плечо, как это есть на фьючерсах на каждой из бирж, для того, чтобы внутри своего же DeX, DeFi, либо же своего блокчейна иметь возможность вкладывать большее количество средств под различные инвестиционные механизмы. Однако в реальности большинство трейдеров сталкиваются с проблемой, что они не умеют правильно считать используемое плечо, либо же то плечо, которое им на самом деле нужно, и теряют свои деньги благодаря ликвидации. Помимо этого, также есть отсылка на то, что у Ray Network будет свой блокчейн, и как раз в одном из стартовых пунктов они заявляют, что их EVM Rollup является одним из самых быстрых. Уже сейчас ребята предоставляют возможность подключиться к одному из их продуктов, это предоставление ликвидности, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну и также у ребят, видимо, будет свой определенный DeX, на котором вы сможете спокойно торговать фьючами. Это, по сути, то, о чем мы с вами и говорили. И, честно говоря, это вызывает некоторые вопросы, поскольку ребята позиционируют себя как очень модернизированный и крутой продукт, хотя на самом деле то, что они предоставляют, есть уже почти у каждого уважающего себя DeX, либо же DeFi. Однако посмотрим, что же будет в реализации, давайте поедем далее. Отдельно хочу обратить ваше внимание на те фонды, которые уже инвестировали в проект. Давайте посмотрим их страничку на криптофандрайзинге. Здесь все, в принципе, довольно-таки сухо, но при всем при этом объективно и понятно. В общем и целом, на текущий момент им удалось собрать около 10 миллионов долларов. И основными фондами, которые инвестировали в данный проект, являются WinterMute, Coinbase Ventures, Fabric Ventures, Framework и многие другие. Остальных я, к сожалению, не знаю. Но, кстати, возможно, еще также слышал о Robot Ventures. И это крайне круто, поскольку, например, такие же ребята, как WinterMute, в свое время инвестировали в такие проекты, как DVIDX, Hashflow, Arcway, Ondo Finance, ThetaNuts, о котором мы, кстати, давненько уже не вспоминали. Надо будет вновь вернуться к данному проекту. Ну и такие более завирусившиеся сейчас ребята, это Backpack, Tyco, Sin Finance и Zerion. В принципе, о всех этих проектах мы так или иначе уже с вами общались и упоминали их, поэтому давайте будем переходить далее. К слову говоря, вот так сейчас пока выглядят их децентрализованные фьючи. К сожалению, здесь пока ничего нет, но, видимо, в дальнейшем что-то будет здесь еще появляться. И давайте будем переходить к тому, чему было данное сегодняшнее видео посвящено. Сейчас у ребят действует такая довольно-таки необычная, но при всем при этом интересная акция, где залог ликвидности вы будете получать поинты, либо же XP, за которые уже в мае потенциально можно будет получить дроп. Помимо того, что за вложенную ликвидность вы будете получать пассивные XP, вам ничего не нужно будет делать, здесь нет никаких социалок, вы также можете получить определенный буст к своим получаемым XP, благодаря тому, что чем раньше вы занесете деньги, тем больше вы получите XP, тем больше мультипликатор вам удастся получить. Лично я успел заскочить, пока мультипликатор был 3.0, сейчас мультипликатор 2.5, и скорее всего до конца апреля, а сегодня уже 28 число, этот мультипликатор снизится до 2x, поэтому, ребятки, не теряйте свое время, сразу же после данного видео можете бежать и закладывать свою ликвидность. После того, как вы зарезервировали за собой определенный буст к своим XP, вы переходите к основному окну, где вас встречает вот такой вот терминальчик, если так его можно назвать. Здесь вы выбираете сеть, которую хотите использовать для своей инвестиции, есть такие сети, как Ethereum, Optimism, Polygon и Arbitrum. Это, наверное, самая крутая комбинация, поскольку, лично как по мне, Ethereum для того, чтобы гонять на него новые проекты, становится все менее и менее привлекательным. И многие проекты стараются подключить больше сетей для того, чтобы пользователи, у которых не такой большой капитал, все же могли бы идти в данный проект. Например, можно взять Aeva, либо же Hyperliquid. Соответственно, лично я вносил деньги через сеть Arbitrum, и благодаря этому моя сумма инвестиций на самом деле не сильно-то и поменялась от оригинала. Да, некоторое количество эфирок у меня уже было на кошельке для того, чтобы гонять транзакции. И, по сути, для меня было достаточно лишь только вывести деньги с биржи, закинуть их на свой кошелек и закинуть их сразу же на сервис. После того, как вы внесете свои средства, ежедневно вам будет капать некоторое количество XP-поинтов, благодаря которым в дальнейшем вы сможете занять либо призовое место, либо же получить какой-то определенный дроп. Однако, что касается XP-поинтов, есть маленькая такая прикольная фишка, о которой сейчас не так много кто пишет и говорит. На текущий момент данный проект решил поиграть в некоторой мере в быструю игру, из-за чего они заявили, что уже 6-го числа можно будет вывести уже свою ликвидность, и, по сути, то количество поинтов, которое у вас успело нафармиться, оно за вами сохранится. То бишь, если вы, например, до 6-го числа решите, что вам срочно надо вывести эти бабки, то будьте готовы к тому, что те поинты, которые вы успели нафармить, они просто сгорят. Также хочется отметить, что ваш мультипликатор, с которым вы будете работать, есть возможность в некоторой мере увеличить на еще один мультипликатор, который дается и обновляется раз в 48 часов. Поскольку вся тематика данного сервиса построена на определенной греческой мифологии, здесь вы можете раз в 48 часов выбрать для себя божество, которое вам даст дополнительный мультипликатор. К сожалению, у меня обновление таймера будет только через 5 часов, я уже не смогу сейчас показать вам, как это выглядит, но если коротко, вот этот вот мужик, который сидит на заднем фоне, вокруг него есть такие маленькие каменные детишки, каждый из них является божеством. Некоторое время тратится на то, чтобы всех их подсветить, там бегает такой огонечек между всеми этими малышами, и когда вы выбираете одного из них, вам предлагается получить сразу же бустер. Данный буст я вам советую не пропускать, поскольку он играет довольно-таки большую роль в получении вашей дальнейшей прибыли. Однако, если вы, например, не имеете большого количества времени, и просто хотите вкинуть деньги в инвест, для того, чтобы в дальнейшем отбить хоть какую-то малую часть, то можете, в принципе, на этих божеств забить и просто сидеть и удерживать деньги. Я все это к тому, что не обязательно клеймить буст с этих божеств. Что касается лидерборда, ситуация примерно сейчас вот такая, я со своим количеством опыта, который я получил чуть больше, чем за сутки, сейчас нахожусь на месте 22761, и это очень далеко от топа, но, как мы видим, на первых и вторых местах находятся ребята, которые сидят в данном проекте, но я не хочу говорить с самого начала, но, наверное, примерно с самого начала. Некоторые из них нафармили уже более 200 миллиона поинтов, поэтому, в принципе, соревноваться с ними сейчас уже нет никакого смысла, если вы не какой-то долларовый миллионер в крипте. Однако, мне кажется, даже в таком случае можно все равно потягаться хотя бы за первую соточку. Плюсом ко всему, на что я обратил внимание, но пока не нашел никакой инфы, есть у каждого инвестора также вот такой вот определенный ранг. В дальнейшем, как мне кажется, данный ранг можно будет заклеймить, и это будет напоминать нечто подобное, что мы уже имели в Грассе, где за определенное количество поинтов вы достигаете нового ранга, и за клейм этого ранга вы будете получать какие-то дополнительные награды. Отдельно хочется отметить, что у ребят на текущий момент сформировалась довольно-таки большая слава по причине того, что данная акция с локом ликвидности появилась не так давно. Лично я узнал о данном проекте буквально в прошлый понедельник, и за меньше, чем неделю ребятам удалось собрать больше 200 миллионов долларов, как свой TVL. И я напомню, что на Сид Раунде, когда они собирали деньги от фондов, у них удалось собрать лишь только 10 миллионов. Вы просто представьте, какие это могут быть иксы. И на текущий момент, ребятки, это, наверное, пока все. Вот такое сегодня у нас было быстрое видео по довольно-таки крутому и полезному проекту. Надеюсь, он вам понравился, и данное видео вам тоже понравилось. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Это крайне важно для того, чтобы наш с вами YouTube-канал развивался, становился все крупнее, а наш с вами комьюнити становился сплоченнее и богаче. Также не забывайте про наш Telegram-канал, о преимуществах которого я рассказал вам в самом начале видео. Если же у вас остались какие-то вопросы по данному проекту, по тому, как внести свои средства в данный проект, либо же как получить дополнительный буст от богов, не стесняйтесь, переходите в наш Telegram-канал, подписывайтесь на него, переходите в Бабкин-чат и задавайте свои вопросы. А с вами был Рус и канал Бабкина Крипта. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.